добрый день как меня слышно прием здравствуйте хорошо слышно слышно да окей ну что тогда начинаем сегодня у нас 26 марта 2021 года пятница очередная лекция по истории искусства нет ли там никаких либо вопросов все тихо вопросов нету значит смотрите не затягивайте на вас висит зачет по истории искусства надо определиться с темой написать исследование из и не забудьте по графическую через ваше самостоятельное часть этой работы значит сейчас я переключаюсь режим демонстрации экрана так видна демонстрация экрана алё да видно все поехали значит сегодня у нас тема как вы понимаете искусство архитектура северной европы 16 века больше конечно живописи живописи вот здесь здесь прекрасная дама как вы думаете сколько лет вот этой дамы коллеги 7 ну почти угадала 10 но тем не менее она уже невеста французского короля вот судя по вот этому fleur de lis вот видите здесь королевская лилия вот она еще держит эти самые из жемчужин четки перламутровые вот мы поговорим об этих живописцев замечательно так ну в общем сюжет такой сегодня мы должны поговорить все искусство северной европы то есть искусство фландрии современных нидерландов вот этих северных территорий европы где к 15 веку родилась совершенно новое новое хорошо пройденное старое удивительное искусство которое ставило неизбладимый след в истории живописи проанализируем как французские как и эти фламандские живописцы обращали внимание на текстуру на прозрачность на материальность на характер человека да и как они обращали внимание на элементы экстерьера и интерьера вот это интересное явление проследим вот этот родившийся интерес именно к характеру человека слова во фламандской живописи впервые в такой полноте появившийся может быть после римского портрета вы помните каким глубоким психологическим проникновением обладает обладали римские скульпторы с изображением императоров их жен детей мифических героев и вот 15 века вот видите это глубина психологического проникновения во внутренний мир человека вот достигла очередной вершины ну попробуем про на про посмотреть более внимательно некоторые символические такие глубинные смысл сломандской живописи и поговорим еще о книжной печати о том что же это за печатная книга немножко в конце я поговорю об архитектуре значит в качестве лейтмотива заставки вот посмотрите пожалуйста на вот эту картину может кто-то догадаться профессия вот этого человека но понятно это его жена вот она вот она готовится к интересному событию своей жизни а вот как вы думаете кто по профессии вот этот молодой человек может вот это догадаться но явно не рыцарь можете кто-то предположить профессию вот этого человека или никто не может предполагать но она явно не престижная а может было не престижного посмотрите как как здесь хорошо у них дома смотрите вот у них и четки с перламутрами и апельсины которые тогда только появились и дорогие купец конечно это купец вот я к этому и веду что 15 век северной европе увидел рост богатых купцов которые пришли к власти благодаря не своему дворянскому происхождению а благодаря своей инициативе благодаря своему успеху в торговле и взаимодействии с богатыми фамилиями вот его зовут джованни арнольфина он довольно бледный молодой человек не очень здоровый доспехи видимо никогда не одевал вот но вот у него какая-то экстравагантная такая шляпа и эта картина была заказана знаменитого художнику ян ван эйку предложим художнику герцогов бургундских и значит в этом есть ключ к этой картине здесь даже есть надпись январь был здесь 1434 году они этой картине еще немножко поговорю но в данной ситуации я рассматриваю в контексте того что мы здесь видим богатого торговца который незнатный но очень успешный и супруга супруга готовится к рождению ребенка здесь у них есть все элементы вот даже вот этот мопсик видео какой замечательный мопсик или как-то вот другое там имя по-немецки я потом прочитаю как звали породы собаки и вот мы видим новое явление когда появились вот эти вот хомонов как говорили гримляне в свое время новые люди ставшие такими не благодаря своей знатности а благодаря своей написанной предприимчивости кстати собака называлась аффенпинчер аффенпинчер значит вот пример того как взвивались события 15 веке торговля богатство знатность и знатности в смысле патрон знатный патрон покровительствовал и художнику и вот такого рода предприимчивым купцам посмотрим на карту северной европы 15 века значит продолжим тему замечательных правителя герцогов бургундских вот смотрите я затрону конечно же немножко снова и королевство франции не забывайте 15 век продолжалась столетняя война никуда она не делась эти сражения были с различными переменными успехами вот но король франции был главным сеньором а его многочисленные вассалы зачастую не очень-то ему и подчинялись вот например если вы помните в учебнике за седьмой класс если я не ошибаюсь или 8 там когда рассказывалось социальная структура средних веков европейских там рассказывается вот этих вот своевольных графах и герцогов один из них на своем щите писал такую фразу королем быть не могу герцогом не хочу я сеньор дебюсси или какой-то другой сеньор вот во флаг вот герцогство бургундское герцог бургундский он конечно был вассалом французского короля это целая династия этих герцогов вы помните из моих рассказов что диск когда-то викинги собрали создали свое государство потом она стала более цивилизованным и вот здесь эти замечательные герцоги бургундские которые территория включалась в значительную часть вот современную части франции и потом благодаря удачному браку один из этих герцогов женился на вот этих вот на какой-то тот графини и вот эти северная территория фландрии тоже стала принадлежать этим сеньором знатным герцогом бургундским значит они стали покровителями искусств торговля процветала и зачастую их двор вот в течение какого-то достаточно долгого продолжительного времени был более пышен чем у французских королей в истории искусства это остановил доставила себе такими нами как северный ренессанс 15 век уже начинается ренессанс конечно же он процветает в италии следующая лекция у нас было будет по по италии эпохи 15 века 16 тогда сама родилась это понятие ренессанса но в качестве вот вступления такого я хочу немного рассказать вот о о севере о северном ренессансе которая нашла свое высшее выражение вот в этих фламандских художника которым покровительствовали знатные сеньоры герцоги бургундский значит что тут интересно ну вот на примере вот той девушки девочки которые вы видели вы увидели что это внимание к мелочам к внутреннему миру к деталям художники изображали животных птиц значит изобретали вот эту вот воздушную перспективу атмосферную перспективу и вот мы сегодня как раз об этом немножко поговорим вот что еще давайте посмотрим но тут на вот эту картинку здесь уже здесь уже немножко уходит в сторону вот так средневековая идеология о том что все создает господь здесь вот уже вот эйк подписал что здесь был вам эйк 1400 какой-то 85 год наступает новая новая эра в истории искусства это получила именование северного ренессанса которая начинает вот действительно совершенно другой период такой вот который закончится своим всплеском в италии во франции ну и здесь конечно ставится вы замечательный след вот но причем об этом говорить я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые очень важные политические события которые обеспечили вот этот рост этих этот искусств этих искусств и так герцоги бургундские значит сеньоры знатные сеньоры целая династия значит которая владела вот этими землями историческая бургундия и вот фланг фландрии и нидерланды нидерланды с их славными торговыми городами я вот как тоже рассказывал что города становились богатыми независимыми и здесь вот у герцогов бургундских были такие города как антверпин гвент брюссель и конечно брюги как главный порт главный порт который проводил они конкурировали с этими самыми север италии кто там у нас какая какая флоренция торговая стулька флоренция которая была тогда как бы самая богатая самая успешная то есть они конкурировали с венецией миланом с флоренцией и были такого рода экономическим хабом вот достойные герцоги его светлость герцог бургундский покровительствовал художником потом уже и французы как бы к этому делу подсоединились когда ну давайте не буду забегать когда я хочу вот рассказать об этих поподробнее чуть об этих знатных сеньорах некоторые из них были совершенно выдающиеся личности которые покровительствовали художником и всем и вообще всячески содействовали росту искусства например герцог филипп храбрый годы жизни 1364 1004 1404 год он как раз приобрел вот эти территории нидерландов благодаря удачной свадьбе на дочери фламандского графа брама может слышали такую фразу браманские кружева текстиль гобелины мы сейчас они тоже немножко затрону вот это все осталось территория принадлежать святелейшему герцогу бургундскому его величество король франции мог только завидовать дальше это был филипп храбрый еще более замечательный через был жан жан дебери герцог бургундский и луи анжуйский тоже вот они были братья короля карла 5 франции они были братья короля карла 5 франции но вот герцог свои те достались с ним и зачастую они вели настолько независимую политику что в общем-то вели себя как настоящие враги народа если говорить о королевстве франции потому что зачастую они заключали договоры со злейшими врагами франции королями английскими и шла это война столетняя а бургундцы вели себя последний у сволочи как бы мы сейчас сказали вот и значит наиболее да вот жан жан герцог бургундский умнейший образованнейший человек покровительство художником запомните его имя вот прежде чем перейти чисто к искусству я хотел бы еще сказать несколько слов наверное самой эффектной и самой романтической истории 15 века эта история связана с тремя именами может быть вы слышали кто-нибудь во первых это ледовик 11 король франции герцог карл смелый герцог бургундский и графиня декора прекрасная графиня декора скажите пожалуйста коллеги вы кто-нибудь из вас читал роман вальтера скотта квентин дорвард или кто-нибудь его смотрел советский фильм приключения квентер на квентина дорвардер стрелка королевской гвардии или таковых нет среди нас алё если никто не таковых нет я вам сейчас немножко расскажу то есть вальтера скотта вы не читали ребят не довелось пока да ну вот я вам рекомендую это вот как раз вот эта интрига между королевством франции и герцогами бургундский людовик 11 получивший наименование наименование какой-то мудрый или на самом деле он был злобный старик его называли пауком он был собирателем земелью он вел политику абсолютизма он был мудрейший человек он собирал францию и это бургундия была него как козь в горле и особенно такой отважный смелый красивый великолепный сеньор как карл смелый герцог бургундский глава рыцарского ордена бургунд бургундцы создали рыцарский орден сейчас я вспомню как он назывался ну чуть попозже вспомню вот и вот да граф как его герцог бургундский карл смелый граф дэшароле изначально и вот графиня декруа она тоже где-то вот здесь вот нидерландах владела большими поместьями и граф дэшароле герцог бургундский хотел выдать его за какого-то своего сеньора чтобы приобрести ее владение а поскольку графиня принадлежала было еще кузена короля как они она они короче решили бежать оттуда вот из какого-то вот из этих городов были свидетелями восстания в льеже и король послал своих шотландских гвардейцев во главе с одним молодым человеком точнее он был один из этих гвардейцев звали его квентиндорвард и значит графиня бежала потому что она не хотела быть замуж за какого-то старика когда за который хотела выдать ее герцог в общем это уже фабула они бежали поддержали множество приключений ну и потом короче говоря я не могу рассказать фабулу там герцог поймал короля в ловушку чуть не убил его и чтобы выйти из этого положения графиню отдали за ее любимого вот этого юношу квентиндорда стрелка шотланд сатланта стрелка королевской гвардии поскольку желание графини тоже имело большое значение то есть она за графа до кревкера престарелого не захотела ухать и вышел замуж за молодого стрелка шотландской гвардии и таким образом компромисс был улажен король был отпущен и какое-то время был заключенным мир но потом этот самый сумасшедший герцог бургундский опять стал воевать и он проиграл эти сражения сам он лично под тяжестью своих доспехов утонул в каком-то швейцарском озере о нем осталась память в истории человечества во-первых его прекрасные портреты вот я вам рекомендую если кому интересно запомните это имя карл смелый герцог бургундский граф де шероле по просьбе черный принц у него были черные доспехи и он носил на нем вот этот вот свой орден сейчас который я забыл как он называется и еще у него был огромный алмаз размером горошину и алмаз этот это тоже отдельно детективная история он долго значит история его долгая но следы его тянутся до гражданской войны советской россии и он по моему там был то у белых то у красных потом утонул там в одессе и советская россия поднимала создала целую структуру водолазов которые пытались найти священные вот этот вот драгоценный алмаз герцога карла бургундского ну это уже другая история не загладил а сейчас я просто рассказал вам эту историю чтобы показать немножко вот чем дышала вот это вот европа 15 века с ее рыцарями прекрасными дамами мудрыми королями вот помните помните эту историю что ну я немножко еще о франции расскажу чуть попозже сейчас поговорим о художниках вот именно фламандской этой школы благодаря покровительству этих доблестных герцогов бургундских таких как жан герцог бериски родился и в италии и здесь вот в афландрии так называемый новый интернешнл готик стайл то есть международный стиль глотики готики который еще называется флэмбайн то есть пламенеющая готика готика в своем наивысшем расцвете вот если обычно это воспринимается в контексте истории архитектуры но это не совсем верно потому что вот это вот извините я не могу говорить попозже позвонить вот значит вот это вот международный стиль готики значит инспирированные именно вот этим фламандским искусством занял свое достойное место и мы сейчас немножко об этом в истории искусства и мы сейчас об этом поговорим и так один к так ну следующий следующая картинка это живописцы но тут некоторая я сейчас прежде чем говорить об одном конкретном живописи и его замечательных достижениях я хочу рассказать сказать несколько слов таких вот об алтарях и алтарных местах вот смотрите алтарь христианской церкви символизируется ну конечно же вот этими замечательными иконами которые может быть диптрихами и триптихами да здесь вот могут храниться святые мощи ну допустим какая косточка святого вот тут латинские наименования вы видите они раздвигались и вот я имею ввиду что замечательные эти герцоги бургундские заказывали это как раз фланг фландрии вот нидерланды это как раз там вот разделись вот эти роскошные алтари вот 15 веку эти алтарные части превратились большие и сложные архитектурные структуры наполненные образами и раздвигающимися такими вот вставочками так и на секундочку окей теперь 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 об именах вот я хотел бы вам познакомить с творчеством одного замечательного художника которым покровительствовал герцог бургундский которым вот самый умный самый просвещенный из них это герцог бургундский вот я только что о нем говорил его звали жан герцог бирийский но он бери видим место рождения но она был один из этих бургундских сеньоров ну вот и значит другой герцог которого звали филипп храбрый это видимо его детством или дед значит прославился тем что построил и картезианский монастырь орден картезианцев да я вам говорил про монашеские ордена орден картезианцев значит монастырь который назывался по-французски шартрес шамп-моле город шамп-моле около дижона где была столица бургундии значит герцог купил землю в 1037 седьмом и начал строительство вскоре и как раз вот заказал вот этому художнику которого звали мельчер бредерлам мельчер или мельчер или мельчер бредерлам герцог приказал расписать величественный алтарь вот для вот этого своего монастыря монастыря возле дижона который назывался шартрес шартрес д шамп-мол шамп-моль вот герцог жак берейский ой извините герцог был филипп храбрый а мастер позолотчик был жак д д д д д д а художником был вот этот самый человек который я уже упомянул мельчер мельчер бредерлам года его расцвета 1381 1410 год здесь показано детство сына и жизни девы марии я вот хотел бы вам немножко познакомить цветами с этими сюжетами потому что они представляют собой пример вот этого международного стиля готики в живописи которая стала в отличие от предыдущих примеров искусства если вы помните предыдущие лекции когда там вот этот марк графу как его там марк граф и его жена они были очень все по средневековому закутанные и строги а здесь вот вы видите уже более значит такие вот более живые сцены вот посмотрите пожалуйста здесь архангел габриэль встречается с марией когда она молится в иерусалисском храме по версии значит евангелия его мария она ой то есть да мария это мать иисуса хотя она дева то есть не божественное все она мой она была как-то служанкой не служанкой но участниками вот этого старого иерусалимского храма который если вы помните позднее разрушил разрушил императора специально вот и вот является к ней архангел габриэль здесь здесь тоже вот это было отмечено здесь она встречается с иосифом по моему ее супругом потом у них рождается вот этот вот иисус а потом этот негодяй базилевс базилевс ирод было пророчество что все дети мужского пола представляет ему угрозу и ирод вот этот приказала всех убить и вот дел мария с иосифом они бегут в египет из израиля здесь вот как раз это все пока вот такой вот замечательный пример этого искусства здесь вот вы видите явление габриэля здесь видение во храм святая фамилия бежит в египет здесь даже вот какие-то такие мелкие детали показаны вот просто вот смотрите то что иосиф пьет воду из фляжки то есть очень такие живые сцены тут даже вот если проглядеть там какие-то мухи летает то есть вот внимание внимание вы какая-то собачка или что это лисичка здесь сидит внимание художников привлекает все весь этот прекрасный божий мир вот там где-то летит сокол в небе вот какие-то птицы то есть это вот как интересно так дальше дальше у нас большая тема я конечно ее могу только фрагментарно посмотреть дальше клаус слютер слютер или шлютер фламандский скульптор был такой опять же таки мы говорим об этом монастыре шар-трюзе значит скульптор начал там работу жан де марвиль значит руководил декорация этого монастыря потом он умирает и он передает эти работы своему ассистенту клаусу слютеру или шлютер из харлема в голландии жил с 1360 по 1406 и вот здесь вот тоже вот этот чудесный памятник сохранился колодец моисея здесь показаны в клойстере помните что такое клойстер и такое закрытое помещение для монахов и они могли отдохнуть значит здесь вот этот вот колодец моисея значит остроиться в 1395 году смотрите здесь показаны вот эти вот фигуры старого завета христиане верили что причем появился иисус но в новом завете у него были предшественники вот старом завете моисей давид пророки иеремия захария даниэл исаи и вот здесь показаны вот эти вот патриархи и про и пророки как индивидуалы как как индивидуалы с характерами с чертами лица вот вот это вот это удивительное сооружение смотрите она глубоко характеризует проникновение вот этих художников фламандских скульпторов вот образы образы в образы этих людей и так я повторяю кладез клаус шлют слютер колодец моисея здесь показаны моисей давид пророки шартрес дешамп ноль дижон франция 1395 1406 год вот прошу любить и жалоб и следующий элемент который мне бы хотелось успеть рассказать это иллюстрация книжная иллюстрация мы начали о ней говорить уже на прошлой лекции это полноценное в общем-то книжное произведение хотя это чистослово все же самое чистослово конечно же они принадлежали принцам и королям ну или очень богатым сеньорам типа герцогом бургундским здесь как раз мы видим работы так называемые братьев люмберг люмберг вот смотрите вот эти религиозные тексты как они были невероятно дороги писать что такое нарисовать эту книгу никакого книгопечатания не было это все телячья кожа это все рисунок это все более того краска зачастую золотыми какими-то прослойчиками вот такой средневековый манускрипт мог декорироваться текстом онициалами своего рода дизайн был всегда это были роскошные сейчас невероятная ценность они не только могли посвящены быть чистословами например но это были книги например они рискну с сочинениями античных авторов с энциклопедиями растений какие-то справочники медицинские трактаты ну естественно работы литературные произведения то есть это был штучный товар который сейчас хранится во всех больших библиотеках мира включая в санкт-петербургскую вот скажите мне пожалуйста кто-нибудь из вас был у нас в российской национальной библиотеке в кабинете фауста ответ нет конечно да в детстве никого не водили алё как меня слышно прием слышите меня или я говорю просто со стасом смотрите вот у нас в петербурге на углу невского проспекта и садовая улица есть императорская публичная библиотека основанная еще царицы екатериной и при николае первыми там сделали специальное помещение для хранения инкунабул вот как раз перед вами инкунабул это книга на телячьей коже 15 до еще до изобретения гана бутенберга когда появилась книга печатаны значит там я несколько раз вот если летом в июле вы мне попадетесь я обычно виду в каком смысле вы мне попадетесь на летнюю практику на ознакомительную практику я обычно веду со второкурсниками ознакомительную практику и мы посещаем все что захотим ну вот например академия художества метод фонда где показала лучшую работу студентов архитекторов из которых ясно следует что вы все очень бледно выглядеть по сравнению с архитектурным факультетом академии художеств а потом я вот с ребятами обязательно хожу с архитекторов на большую морскую 38 52 или 38 где сын художник и вот в российскую национальную библиотеку где в кабинете хав фауста хранятся минкунабул и кабинет по построен архитектором гарноста и вам по заказу императора николая 1 император николая 1 кстати говоря основал под его приказ был основан наш институт гражданских и вот там хранятся вот эти книги 15 века во-первых во-вторых там хранятся трофейные книги которые привезены из берлина из берлинских библиотек включая уже снегопечатанные которые до сих пор не разобраны там например есть ветрове 1537 года я эти книги мы эти книги держали в своих руках они потрясающие они качество печати ничуть не изменилось вот на самом деле я вот это вот это вот этот моноскрипт он в общем-то неплохого качества сделан и они я вот эти книги держал в руках они действительно пристать 500 лет прошло они действительно вот фантастически прекрасным и вот возвращаясь к братьям люнберг если в июле вот ваша группа или одна из ваших групп будет со мной мы обязательно помните мы обязательно сходим кабинет фауста туда так просто не попасть простым смертным нужно по отношению специально заказывать и показать я хотел бы вам показать вот эти книги книгу ветрове 16 века римского архитектора который хранится у нас петербурге как военный трофей немцы несколько раз хотели вернуть но ничего не в россии отказывают потому что это наш военный трофей точно так же как англичане отказывают туркам вернуть им греком вернуть им сокровище парфенон значит а здесь мы видим работу вот этих трех братьев лимбург и вот их звали паули герман и джан и жан лимбург по заказу герцога жанна берейского герцог правил с 1340 по 1600 по 1416 значит братья создали вот серию числа слова вот это число слова ну или два слова по часам которые вот называются так называемый тресли час хэврес да то есть три книга то есть очень сейчас богатство очень драгоценная книга числа слов создана была она с 1413 по 1600 по 1416 числа слов где мы видим сцены удивительного какого-то качества и жизни вот этого средневековой франции вот здесь вот вот это месяц месяц посвященный зимним какому-то времени здесь показана жизнь крестьян крестьяне работают это февраль февраль это какая-то ферма вот это видео все эти месяцы здесь мы видим спокойно тихая деревенская жизнь вот смотрите какая она благоустроена вот это вероятно хозяйка этой фермы это ее домочадцы здесь кипит жизнь здесь вот видите какие-то животные вот удивительная книга и как раз она характеризует вот это international gothic style международный стиль готики с ее внимание психологическим аспектом жизни человеческой природе вот видите вот все как надо и другой месяц это следующий месяц это двор герцога берегического тот самый герцог который заказал все книги с другой день не месяц январь показывают жизнь вот этого герцогского двора посмотрите вот сам герцог берегский здесь у него вот если у королей франции там флюрдалист лилия то поскольку они близкие родственники у него вот видите лилия с какими-то вот журавлями что ли здесь вот лилия франция тоже вот все таки они французы это вот как бы флюрдалист герцога бургундского а здесь вы видите на стенах а вот тоже позвольте вас спросить все равно не догадайтесь ничего страшного это естественно как вы думаете что вот это вот за занавеска вот там на заднем плане вот герцог вот обедает вот его сани шали вот слуги собаки костюмы а вот что это за на заднем плане за картинка как вы думаете может это предположить что это за может быть сцена можете узнать или вы уже уснули все коллеги ребят может кто-то ответить молчание ну хорошо значит здесь изображены цены из-за троянской войны хотя здесь средневеков меня слышно нет алё нормально слышно так вот это гобелены это гобелены я о них еще чуть попозже поговорю но только изображена сцена из троянской войны потому но почему-то художники средних веков это изображали как своих современников а это вот флюрдалист только бургундский вот сам герцог жан берейский сидит здесь обедает удивительная картина которая вот дает немного представления о том времени 15 века дальше это вот как бы братья олимбург но но были другие интересные художники так время мяча вроде есть вот имя этого художника неизвестно но значит осталось на нем в искусстве истории искусств такое вот условно имена на милане художник марии бургунд художник герцогини марии бургундской мария бургундская это единственное дитя герцога карла смелого который был такой смелый что полез сражаться швейцарцами поскакал со своими воинами через озеро и под тяжестью доспеков рухнул и тону понимаете герцог бургундский он честно к этому я вот значит если кому интересно этой эпохой кто может быть как-то попытается вот раскрыть женские образы это очень интересно было бы или вот скажем через призму произведений этих самых ну типа вальт расход через художественное произведение история графини до края и карла смелого вот у герцога бургундского была дочь мария и вот этот неизвестный художник для марии бургундской нарисовал вот этот часа слов часа слов года жизни марии с 1457 по 1482 год она была единственный ребенок герцога карла смелого и эта книга размеры ее размер этой книги семь с половиной на пять с половиной дюймов то есть 19 на 13 сантиметров хранится на восстер-рейшен-нейшену библиотек вена здесь вот часа слов показана мария во времена молитвы в честь девы марии вот она тут несколько раз показана смотрите удивительно композиционное интересное решение вот сидит сама мария герцогения бургундская здесь дева мария вот в этом окне смотрите какая сложная композиция мы с вами сейчас решаем архитектурный проект водоспасательную станцию и мы сейчас выходим на стадию форески за эскиза и учета у вас очень все плохо получается с композицией а вот этого неизвестного художника марий бургундской смотрите какая интересная изысканная композиция здесь вот вероятно это шартовский собор здесь сидит дева мария и здесь представлена сама мария бургундская со своими вот вот она она дважды здесь представлена вот она сидит и вот она и вот ее генданта и и фрейлины И вот они сидят перед Девой Марией. Вот она сама присутствует в этом краме. Удивительно интересная композиция. Тем более, учтите, что это на дворе 1482 год. А художники создают уже вот такие совершенно потрясающие сложные композиционные решения. Вот фламандское искусство. Вот интермеждународный готический стиль. Художник здесь, конечно, создал замечательную работу. Так, что еще про нее можно сказать? Ну, тут много символики. Все имеет символ. Ну, конечно, сама богиня, сама Дева Мария. Вот эти все изображения. Все тут глубокий какой-то смысл. Вот эти все четкие. Здесь еще какой-то собачонок здесь сидит. Все сделано в теологическом каком-то контексте. И я не могу в это вдаваться, потому что, ну, я сам не такой уж большой специалист. Еще хотелось бы сказать два слова по поводу женщин-художников. Женщины-художники. Вот обычно все-таки у нас все время речь идет об эмансипации. Да, то есть женщины должны доказать себе прежде всего, что они ничуть не хуже мужчин. И вот в средних веках, вот в этом раннем ренессансе, мы тоже имеем примеры работ женщин-художник. Художниц, вот такая вот как-то феминистическая линия. Может быть, девушке, к которому эта тема дорога, можете тоже ее, а вот я сейчас на примере вот этой работы покажу. Вот обычно как? Ну, все было на импровизации. Ну, какого-то женского движения не было. Но вы учтите, что это были знатные дамы, вот типа Марии Бургундской, которые тоже были прекрасно образованы и занимались творческими какими-то делами. Вот, например, в XIV веке художница Жанна де Монт-Базон, конечно, она знатная дама, и она, нет, она просто дворянка, не очень она знатная. Вместе с своим супругом Ричардом, они работали вместе как в жанре книжной иллюстрации. Вот, Жанна, вот это вот Жанна де Монт-Базон, автор-художник. Известны другие имена, вот, например, Бурго, дочь миниатюриста Жанна Ленуара. Если она дочь миниатюриста Жанна де Ленуара, то есть она тоже, как ее папа, занималась творчеством. Вот это интересно. Значит, она иллюстрировала книги для короля Карла V и герцога Жана Берийского, потому что Карл V и герцог Бургундский, они были близкие родственники. Вот, и таким образом, даже, удивительно, я вам рассказывал про гильдии, уже появились к этому времени, во Фландре появились гильдии художников живописцев, и женщины даже могли быть приняты в эти гильдии. Вот во фламандских городах, такие как Гвент, Брюга и Антверпен, были женщины-члены гильдии живописцев. Вот это удивительная вещь. Вот здесь вот вы видите иллюстрации к роману Боккачу. История знаменитой античной, античного персонажа, художница по имени Тамирис. Вот это вот Тамирис, это иллюстрация к замечательному роману Боккачу «Дикамерон». Здесь показана вот эта вот античная художница Тамирис в своем, в своей мастерском. Вот. Кстати, наша Тамирис, может быть, заинтересуется в нашей группе. Вот девочка Тамирис, вы слушаете, нас нет? Алло. Или она из градостроителей. У меня в группе есть девочка по имени Тамирис. Я ей хотел предложить написать работу. Ну ладно, вот античная Тамирис, художник античности в своей студии. Сделанная одной из женщин-художниц. Вот. Вот, значит, такой сюжет. Это иллюстрация, как я уже сказал, в книге Джованни Боккачу «Де Кларис Мелерибус» о знаменитых женщинах. Это глава. 1402 год. Туши темпера новеллами. Библиотек Националь Париж. Размер 35 на 24 сантиметра. Это по поводу женщин-художников. Теперь следующий сюжет. Я это самое. Не слишком быстро говорю, вы успеваете? Слезет за моей мыслью беспорядочной. Или я вас уже слегка утомил. Нет? Слушаем меня, нет? Нормально? Алло. Не слишком я быстро говорю? Да, нормально. Нормально. Да, не слишком. Я просто вот заканчивал один сюжет, перехожу к другому сюжету. Закончила в женщинных художниках, теперь перехожу к теме габелленам, которые как раз мы видели в главной обеденной зале герцога Бургундского. Текстиль, 15-16 век, Фландрия. Вот это именно как бы сюжет, который помог стать... Ведь этот самый Арнольфин, он как раз вот этот вот торговый товарищ, купец, который я вам показывал, он же как раз на этом и создал свое богатство. И таким образом разные виды текстиля создали возможности для экономического роста этой страны. И в том числе вот появление такого чуда, как габеллены. Вы понимаете, что такое габеллены? Это ковер, тканый ковер, очень сложное производство. Это же надо было иголками все это пронзать. Какой-то год работы и целая группа мастеров, не знаю, там женщины или мужчины, они вышивали это все, вышивали. И причем вышивали не просто тканями, но и вышивали золотыми и серебряными нитями. А нужно это было для чего? Габеллены были нужны. Вы же представляете, что такое средневековый замок? Это же стены, камень, натапливаются каминами. Там было просто холодно. И вот эти габеллены, очень удобное было изобретение. Во-первых, их можно было свернуть. Можно было отправиться в крестовый поход. Можно было в каком-то замке занавешивать, занавешивать. Это же и тепло стало. Вот герцог Берийский здесь как раз сидит среди своих габелленов. И, конечно же, это дорогое удовольствие. Даже вот я вам хочу сказать такую вещь, что большинство габелленов погибло во времена Французской революции, потому что их просто переплавливали. Вот здесь вот если это листья из серебра, из золота, то, значит, кидали их в огонь, как предметы старого проклятого королевского режима, и выплавляли, значит, на металл. Вот. И вот такой вот чудо, как габеллен. Кстати, у нас в Эрмитаже средневековые габеллены висят. Вот наши государи покупали и рыцарские доспехи и габеллены. Да-да, алло. Да, Александр Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вас завтра ждем на прием. Да, я буду завтра, в 17 минут. Спасибо. Хорошо. Так, значит, смотрите. Серебряные и золотые нити, обвитые шелком, потом сжигались вот этими революционерами, и очень мало сохранилось этих габеллен. Так, ну а здесь мы видим охоту на юникорна, то есть на единорога. Вот он, единорог. Где он? Вот видите, единорог, да? Может быть, его из Гарри Поттера, помните, такого персонажа, как единорог, там было что-то такое. Охота на единорога. 1495-1505 год. Шерсть, шелк, серебряные и золотые нити. Метрополитен музеев оф арт в Нью-Йорке. Вот что касается габеллена. Дальше. Дальше вот такой элемент. Это вот как раз надо вспомнить герцогов бургундских. Герцог бургундский, Филипп Добрый был такой, Филипп Добрый герцог бургундский, он основал орден Золотого Руна. Ой, извините. Золотого Руна. И я вспомнил, что на портрете Карла Смелого, герцога бургундского, висит вот этот орден Золотого Руна. Ну, это то самое Руно, за которым аргонавты поплыли в Колхиду. Помните этот сюжет? Да? Наверняка помните. Значит, и герцог Филипп Добрый в 1430 году основал орден Золотого Руна, где был вот это вот, ну, на цепочке висящий вот этот золотой, как он называется, золотой такой телец. И это стало, в принципе, одним из самых драгоценных рыцарских орденов в Европе. Вот я хочу вас спросить, кто-нибудь из вас читал роман «Три мушкетера», коллеги? Наверняка. Есть такие, да? Вот какие ордена были в конце жизни у Атоса? Может быть, кто-то помнит. Вот, смотрите, «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Викон де Боржелон». Вот эти книги вам наверняка известны. И вот Атос, граф Даляфер, был в конце уже своей жизни кавалером трех лучших рыцарских орденов. Я имею в виду орден Золотого Руна, вот этот, который основали герцоги Бургонские. Потом был орден Подвязки за попытку спасения короля Карла Смелого. Его надродила принцесса Генриетта. И последний еще орден у него был Подвязки, Золотого Руна и Орден Святого Духа. Это уже во времена фронды. То есть Атос, вот бывший мушкетер, он был обвешан орденами, как принц или король. Вот такой был благородный, знатный дворянин. И вот рыцари этого Филиппа Доброго, герцога Бургонского, смотрите, во время мессы, то есть в церковных этих самых месс, они, священники, носили вот эти ризы. Ризы, я уже рассказывал, это тоже вот тейпистри, да, то есть вот такая священная ткань, пронизанная золотыми и серебряными нитями и хранится в Имперском музее во Вене в середине 15 века. Значит, риза Ордена Золотого Руна. Вот, ну и переходим помаленьку к живописи. Собственно, к живописи, потому что это уже именно вот как бы характерный пример в вот этого нового стиля в готике. Самого прекрасного, самого совершенного. Значит, несколько слов о технике живописи. Если итальянские художники использовали темперу, помните, Джотто и Дуччо, о которых мы говорили на предыдущей лекции, вот, поскольку темпера, она больше годилась для росписи фресок, то во Фландрии здесь художники, такие, прежде всего, как Жан-Ван Эйк, который я вам вначале показывал, здесь они стали, ну не то, что изобрели, но они стали широко применять масляную живопись. И вот я уже говорил, что Теофилус Присбитер в своем трактате «Де диверсус атрибус», то есть о различных искусствах, рассказывает о том, как вот сломанские художники стали работать с новой техникой. Итак, живопись Фландрии. Живопись Фландрии. Опять-таки, вот эти гильдии, которые стали здесь процветать, создались гильдии художников, скульпторов, которые, как я уже говорил, контролировали каждый аспект жизни своих членов, этих гильдий, начиная от вступления, от вступительного экзамена и до, ну там, пенсии какой-нибудь или погребения. И вот, среди всего 15 века фламандское искусство и художники получили широчайшее признание по всей Европе. Вот основатели, одним из основателей нескольких таких вот прекрасных примеров, которые именно стали работать в масляной технике, я вот хочу вам показать одного из этих замечательных художников. он получил наименование, условное наименование, мастер Флемалле. Ну, я сейчас объясню, что это такое, а на самом деле его и звали Роберт Кэмпин. Роберт Кэмпин. Расцвет его творчества с 1406 по 1444 год. Вот, и про алтари мы с вами уже говорили, что вот герцоги бургундские заказывали в своих вот этих новых церквях роскошные алтари, и это является характерной особенностью нового фламандского стиля. Вот этот мастер Флемалле, Роберт Кэмпин, получил такой вот заказ, связанный опять-таки из жизни Девы Марии. И этот вот триптих известен как вот алтарный, как это называть, триптих, вот трехчастный такой алтарь, который рассказывает опять-таки сцены из жизни Девы Марии. Ну, в принципе, сюжеты повторяются. Вот тут вот архангел Гавриил является перед Девой Марии. Дева Мария, кстати, вот обратите внимание, тут все у них наполнено с символикой. То, что фиалки, это значит, что она еще Дева Мария, то есть она еще не замужем. Вот это так называемые доноры, ну, то есть там всем уже было понятно, что она родит из Христа, Спасителя. Это так называемые доноры, которые несут им дары. дары. А это ее супруг Иосиф Плотник. Вот это Иосиф Плотник. И вот этот триптик из жизни Девы Марии. Посмотрите, как вам нравится вот этот интерьерчик? Вам нравится такой интерьерчик? Алло. Интерьерчик голландского города. Очень, ну, голландского, фламандского. Очень уютный, очень камерный. Вот здесь вот, вот все, тут горячая вода, вероятно, камин. Вот. И мне интересно то, что ведь хотелось бы вам отметить, что ведь это же Иерусалим, это еще та античность, а художники воспринимают ее через свои средневековые вот эти сюжеты. Вот. Смотрите, что еще хотелось бы сказать про это время. Значит, это у нас триптих, триптих, годы 1325-130, масло на деревянных панелях, размеры 61 на 63, музей, митрополит, музей Уфарт в Нью-Йорке. Значит, здесь вот я про это все рассказал, здесь Иосиф работает в своей мастерской, а что интересно, вот продолжение предыдущего моего заявления, что художники это видели как не как античная эпоха, а как современная им. Вот кусочек нидерландского города, фламандского города, работа вот этого мастера Флем Малли, и вот вопрос, скажите мне, коллеги, как вы думаете, что вот это за конструкция? может как сообразить? Алло, проявите инициативу. Что это такое? Кто-то слушает меня, нет? Я хочу просто убедиться, что меня слышит. Слышу, слышу. Может, может, загон на лошаде. Нет, это типа небольшого небольшого балкончика, вот из этого окна. И это мышеловка. То есть с крысами надо бороться, видимо, их было много. Вот, это такая пикантная деталь, но меня поражает другое, то, что, смотрите, город-то современный, ну, средневековый европейский город, он очень мил, анзамбль это Иерусалим. И вот эти средневековые художники очень часто воспринимали античность как свою современность. Вот, ну, вот, давайте едем дальше. Теперь поговорим о другом художнике. Ян Ван Эйк, удивительный, это вот он автор вот этой работы, которую я вам говорю. Ян Ван Эйк, один из самых потрясающих художников, он придворный художник, герцога Филиппа Доброго, герцога Ян Ван Эйк, он, знаете, какой он замечательный, настоящий художник, ян Ван Эйк, Мефесед, в переводе с латыни, это означает меня сделал Ян Ван Эйк, октябрь вот этого года, по латыни написано какого года, 1433 года. Портрет, автопортрет в Тюрбане. Вот Ян Ван Эйк, придворный художник, герцога Филиппа Доброго, бургундского, который был дядей короля Франции, вот этот герцог был дядей короля Франции и был один из самых умных и просвещенных людей Европы, вот этот Филипп Добрый, видимо, поэтому его так и назвали. Он сделал Яна одного из своих доверенных лиц, отправлял его даже в дипломатические миссии в Португалии и восхищался его художественным мастерством. Значит, он возглавлял эти гильдии и вот он написал этот автопортрет и один из наиболее знаменитых и загадочных его работ является вот этот вот удивительный портрет. Удивительный портрет, о нем можно много говорить, но я не настолько как бы посвящен на все тонкости. Это Джо Вани Арнольфина и Арнольфини и его жена. Где-то у меня даже записано, как ее зовут. Вот смотрите, здесь много очень загадок. Вот смотрите, здесь написано, вот мы можем даже с вами прочитать, или нет, у меня есть фрагмент, здесь вот смотрите, вот здесь взгляд с другой стороны, здесь много инноваций. Вот смотрите, вот здесь вот написано, Ян Эйк был здесь в 1434 год. Смотрите, вот он сам художник, это взгляд со стороны, вот эти четкие, то есть они очень благочестивы, эта семья. Про этого самого человека я вам уже рассказывал о том, что он был, имел патрона герцога Бургундского, вот, и здесь много каких-то вот таких семантических, символических смыслов, особенно это имеет отношение к этой женщине, но я всю фабулу не буду вам рассказывать, потому что это долго времени займет, у меня просто нет времени. Кому интересно, сами преследуйте вот эту работу, и пример этого Яна Ван Эйка. Здесь искусствоведы так и не пришли, не могут точно интерпретировать. Одно очевидно, что это богатая семья, что он незнатный, что вот он исполнял определенные поручения герцога Бургундского и смог вот этот хозяин смог нанять вот придворного живописца. Вот все, что я пока могу сказать. Дальше, другие художники, у нас время идет, осталось полчаса. Значит, другой Роджер Ван Дэй Вейден, Роджеру Ван Дэй Вейден, еще об этом художнике нам известно еще меньше, Ван Дэй Яни Ван Эйки. Мы знаем его, честно говоря, только вот из этого портрета. Здесь показано снятие с креста, но обратите внимание, какая великолепная живопись. Вот это действительно Flambo Light Gothic Style, то есть пламенеющая готическая такая живопись. Смотрите, как интересно это все сделано, какое внимание художник уделяет мелочам, костюм, эстетике, вот эти даже самые череп какой-то. Здесь мы видим вот основные стилистические характеристики Роджера Ван Дэй Вейна. Снятие с креста. Выполнено по доказу Лавианской гильдии лучников, то есть гильдия изготавливала луки, но луки это дело сложное, они были так называемые Longbow сложные луки, которые до появления огнестрельного оружия были очень эффективны. так, ну вот все, что я хотел бы сказать по поводу этой работы. Снятие с креста из алтарьной части заказанной гильдией лучников в Бельгии 1443 год. Масло на деревянной панели музея Дель Прадо в Мадриде. Эта работа там хранится. Другая работа этого удивительного художника, я надеюсь, вы оценили его изощренность, Роджер Вандер Вейнер Святой Лука рисует богородицу и дитя. Святой Лука покровитель художников. Сам он по образованию врач, как я говорил в прошлый раз. Значит, работа 1435-1340 год. Масло и темпера на деревянной панели. Размеры 137 на 110 сантиметров. Музеев Fine Arts в Бостоне. Вот видите, прошло 500 лет, все в мире тлено, а живопись вечно. Трясающе, да, первых. Дальше, что я хотел бы еще сказать. Дальше, другое поколение художников, вот, фламандцев. Здесь мы видим работу Дерека Баута «Богородица и дитя». 1355-1360 год, приемы те же самые. Масляная живопись на деревянной панели, размер 21 на 16 сантиметров, Метрополитен музеев Фарк, в Нью-Йорке. Это Дерек Баутс, что я про него могу сказать. Диркс, извините, не Дерек, а Диркс Баутс, значит, годы его активной творческой жизни, 1444-1475 год. Очень известный фламандский живописец, значит, расписал серию алтарей из жизни Христа, и вот, вы видите, один из примеров его творчества. Дальше, еще один трипких, еще один трипких, это Кьюго Вандергоус, алтарь, 1474-76 год, темперой масла на дереве, галереи делали офици во Флоренции, Кьюго Вандергоус, 1300 годы жизни, 1440-1482, это он был декан, декан, он был деканом гильдии художников в Гувенте в 1468 по 1475 год. То есть, объединил интеллектуальные такие вот поиски таких художников как Кьян Ван Эйк и как вот пишут искусствоведы с эмоциональной чувствительностью Роджера Вандервейдена, чтобы создать свой новый собственный персональный стиль. Главная его работа это была вот этот алтарь, значит, больше чем 8 футов высотой, и заказ был Томмадо Портенуари, главой гильдии, главой банка Медичи в Брюкге. Триумф был послан во Флоренцию и установлен в 1383 году в часовне фамилии Портенуари. Потрясающая, конечно, живопись, очень современная, но вот ей уже больше 500 лет. Время 1474-1476 год. Дальше, что еще я хотел бы отметить по этому периоду. Смотрите, еще такая вот работа Ганс Мемлин Диптих Мартин Ван Ньювен Мартин Ван Ньювенхоф Масло на деревянной панели Ганс Мемлин Мюзиум в Брюкге. В Брюкге. Вот, значит, что мы здесь видим? Мы видим, в общем-то, какие... Ну, конечно, это же библейский сюжет, но мы видим с вами людей из средних веков, очень таких живых, очень... Смотрите, какие они красивые, эти люди из средних веков, из 15 века. Значит, что здесь происходит? В 1387 году 24-летний Мартин Ван Ньювенхоф, член могущественной политической семьи в Брюкге, заказал диптих, который скомбинировал, значит, образ и Девы Марии, и его самого, в его собственном доме. Вот, видите, он благочестивый, очень такой молодой, просвещенный человек, который заказал в своем доме художник вот эту работу. Вот, по-моему, они оба прекрасны, Дева Мария и вот этот вот Мартин. Ребенок какой... как-то они вот средневековые художники не умели детей рисовать, он какой-то как взрослый совсем. Дальше, 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 поговорим еще немножечко... Да, это уже о Франции, это уже... Я немножко о Франции, потому что о Бургундии мы с вами поговорили. Вот, это работа Жанна Фуке, Кавалер Этьен и Святой Стефан, Святой Стефан, Богородица и Дитя, Диптих, Статс-Мюзеум в Берлине, в Берлине, в Берлине, в Берлине. Вот, давайте вспомним немножечко вот эту историю, сейчас я, причем об этом поговорю, посмотрим еще раз на карту. Значит, все-таки, все-таки для бургундцев это кончилось плохо, они все проиграли и были присоединены к Франции, не даром Людовик XI проводил политику присоединения земель. Итак, вот, фламандское это искусство, которое процветало в течение этого 15 века с его сложным символизмом, чудесными художниками, созданиями гильдии живописцев и знатными патронами в лице герцогов бургундских, они все-таки, понимаете ли, не могли с королевством Франции сильно конкурировать. Вспомним события этого 15 века. Продолжалась борьба с Англией. Коротко еще я пробегусь по этим событиям. Карл VI французский умирает в 1322 году и Англия провозгласила свои права на Францию и объявила, что Генри VI английский правит и Англии, и Франции. Дальше, пока Чарльз VII, сын французского короля, был маленький, ну, он был дофином, вот шла вот эта вся свара. Потом появляется Жанна, вот девушка из Куату, Жанна Д'Арка, которая возглавила крестовый поход за освобождение трона. Она прибыла в этот город, где был дофин, значит, благодаря Жанне Д'Арка и ее освобождению Орлеана, Чарльз VII был коронован в Римском соборе в 1429 году и как бы этот процесс объединения Франции пошел более успешно, хотя Жанну сжигают в 1431 году. Ну и Франция снова становится мощным объединяющим государством. И вот сын Карла VII, вот которого Жанна Д'Арк посадила на трон, как раз Людовик XI, который проводил вот эту политику абсолютизма, объединения. В конце концов он с помощью швейцарцев разгромил всех бургунцев и в принципе это постепенно стало частью французского королевства. И под правлением французского королевского дома таким образом все вот это историческое наследие бургунцев постепенно становится собственностью французской короны. Но это очень долгая история. Если вы, кто-то из вас если заинтересовался вот этими образами, о которых я говорю, или Людовик XI, который сидел в замке Дюплисси и у него был еще замок ложь, где про него ходили страшные рассказы, что все там враги короля долгие годы хранились в этих каменных, не в каменных, а в металлических клетках метр на метр. И там вот один знатный сеньор провел 20 лет в этой клетке только в плену. Вот. Ну а герцог бургундский, герцоги бургундские, особенно такие, как Карл, они были какие-то маньяки, повешенные, помешанные на войне. Они все время сражались, сражались. Вот герцог Карл, чудесный человек, но вот он все время сражался и проиграл в бою. Надо было ему сидеть, быть поспокойнее. В результате он проиграл все свои владения и сам погиб в бою. И тело его бы ограбили разбойники. Вот. И, кстати говоря, есть такие чудесные в 19 веке уже живопись, посвященная Бургундии. Как раз я помню одну прекрасную картину такую, когда обнаженный герцог Карл, вот его каким-то образом его подданные придают земле. Он лежит ограбленный и обнаженный. Ну и вот французский двор. Французский двор, значит, который входит в эту свою в зенит своей славы. И впереди ждут его еще более славные времена. И вот давайте поговорим о французских художниках этого времени. Жан Фуке. Жан Фуке, один из лидирующих французских художников 15 века, придворный художник, родился в Тури, учился в Париже и, значит, учился у фламандских художников. И одна из его замечательных работ называется Этиен Шевальер и Святой Стефан Богородица и Дитя. Как видите, как видите, уровень работы французских живописцев очень высокий. Мне безумно нравится этот период живописи. Я вам советую, по мере возможности, его изучить. Время у нас все меньше, поэтому я бы хотел обратить ваше внимание. Ну, вот этот портрет это Жан Хэй. Жан Хэй его еще называют мастер Мулинц. Мастер Мулинц, потому что Мулинц это Бургундский собор в Мулине, город, и вот он там написал несколько работ замечательных. Вот Жан Хэй. Вероятно, наиболее величайший французский художник 15 века, художник, который стал известным именем мастера Мулина, потому что там он сделал большой триптик. Патрон этого собора был герцог Жан II Бургундский для Бургундского собора Мулинц. Ну, и триптик я вам не могу показать, у меня просто или нет, я хочу вам показать вот эту работу, она, конечно, потрясающая, это Маргарита Австрийская, дочь императора Максима Малиана I, которая была Бет-Розетт, ну, Бет-Розетт это обручен, обручена с будущим французским королем Карлом VIII, вот, здесь ей 10 лет, и вот мы видим этот очаровательную эту девочку в вельветовом таком костюмчике, смотрите внимательно, ну, она уже умненькая, согласитесь, что она очень разумно выглядит, вам нравится Маргарита Австрийская, дочь императора, императора Максимилиана I, или вы можете сказать, что она ужасна, алё, ваше впечатление, скажите мне что-нибудь по поводу этой девочки, может кто-то отреагировать? Да, 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 что вы можете про неё сказать, про её характер, какая она, какая она, как вы думаете, про её одежду? Серьёзная, серьёзный характер, какой характер? Скверный характер, ну, это я не могу, это я не знаю, я с ней не знаком, ну, давайте насчёт скверного не будем, а обратите внимание на атрибуты искусства, это принцесса, видите, флёр-де-лис, королевская лилия, вот, это свидетельство королевской особы, вот как все королеи, которых мы вам дальше, я вам дальше буду показывать, французские короли, они имеют вот эти знаки королевской власти в виде вот этой лилии, здесь вот флёр-де-лис, ещё, видите, с каким-то алмазом ещё, тут вот у неё чёткий из этих пэрлс, это жемчужины, да, вот, и вот эта девочка, конечно, оставила след истории искусства своей вот именно деликатностью, уязвимостью и привлекательностью, согласитесь, что она стоит этого, вот именно вот образ вот этого ребёнка, ну, не простого ребёнка, а принцессы, здесь запечатлён, ну и обратите внимание, что происходит за там, за стенами, то есть художник показывает и экстерьер, и интерьер. Да, да, ну и вот я как бы по поводу живописи, наверное, в какой-то степени закругляюсь, вот, сам термин Flamboyant Gothic Art это как бы пламенеющая готика, конечно же, он в эпоху соборов тоже нашёл своё, своё как бы прекрасное, прекрасное осуществление, когда соборы высокой готики превращаются вот в такие вот чудесные памятники архитектуры, как, например, вот церковь Сент-Маклоу в Руэне, Нормандия, Франция, это вот как раз Бургундская, Бургундская церковь 1432-1521 год, здесь мы видим как раз пример вот этой пламенеющей готики, церковь Сан-Маклоу в Руэне. Вот, ну, по поводу вот этих элементов я уже говорил, по поводу там контрфорсов, вот этих всех пинаклей, вы ещё об этом будете говорить, об этом вы ещё будете знакомиться на втором курсе. Значит, и вот интересный кортьярд, внутренний двор Жака Кэра в Бурге, Франция, 1444-1451 год. Посмотрите на экстерьер и на планчик. Смотрите, как интересно, 1443-1451 планчик, внутренний двор, лечный марш, вот мы сейчас лечный марш, мы с вами занимаемся по проекту. Вот, и посмотрите, как это интересно, здесь этот внутренний двор представлен. И с 15-го века, сейчас у нас 21-й век, прошло 600 лет, а памятники архитектуры, как видите, стоят. Напоследок, я немножечко, очень коротко, поскольку мой больше интерес, он относится к Франции, к Англии и Италии. Ну, давайте коротко поговорим и о Германии, о художниках Германии, я помаленько закругляюсь. Вот, смотрите, работа. Германия тоже полноценная европейская такая страна, и живопись там пережила все эти процессы. Конрад Витц, чудо с рыбой, это Иисус, не знаю, как он там, щелкнул пальцами и рыбаки поймали много рыбы. Значит, из-за алтаря собора Святого Петра в Женеве, Швейцария, 1344 год, масло на деревянной панели, музей Дарт и Дхистория в Женеве, это Швейцария, Швейцария. У меня тут сюжет в этом разделе Германия и Швейцария. Историю я подробно не рассматриваю, а показываю некоторые примеры работы. Дальше, Майкл Патчер, святой, алтарь Святого Вольфганга в Австрии, 1371 год, дерево, Пазолото, резьба, ну и, конечно, живопись маслом на деревянных досках. Вот австрийская работа. Вот, и тоже еще хотелось бы немножко показать, вот эти, вот эти книжная графика, книжная графика, тоже 15 век, раскрашенная деревянная плита, потом с ней делали спринты, вот с этой, с этой штуковины. Значит, это что? Латинский текст. Значит, это Брюкс Гейм, Святой Кристофор. Святой Кристофор, вот, пожалуйста, полюбуйтесь на этого, Святого Кристофора. Здесь есть латинский текст. Сейчас я вам переведу, что здесь наизображено. Текст такой. Когда вы посмотрите на лицо Святого Кристофора, и, если вы посмотрите на лицо Святого Кристофора, вы не умрете ужасной смертью сегодня. Оптимистическая, правда, надпись? То есть, послание. Давайте посмотрим на лицо Святого Кристофора. И, по крайней мере, сегодня мы не умрем ужасной смертью. Дальше. Что еще хотелось бы отметить по книжной графике? Это такая вот работа, по-моему, прекрасная работа. Это Мартин Шонгауэр. Демоны, терзающие Святого Антония. Ну, известный этот отшельник Святой Антонии, вот он, вот там, грехи в этом терзали. И вот эти демоны терзают Святого Антония. Красавцы, по-моему. Демоны просто очаровательны. Смотрите, какая фантазия. Особенно вот этот хороший. Кого это напоминает? Это ну, вот из современной литературы, современной фэнтези. Как их звали? Дементоры, да, или что-то в этом духе. Дементоры терзают Святого Антония. Дальше, что я еще хотел заканчивая сказать. Техника печати. Вот то, что мы видели, это печать на деревянном или металлическом основании. Вот видите, здесь тушь, тушь, краска, и вот как-то уже появились первые печатные варианты. И вот это уже интересно. Появились первые печатные книги. это уже совершенно новая эпоха. Вот вы видите так называемую Нюрнбергскую хронику. Это Майкл Вольгемат, город Нюрнберг. Нюрнбергская хроника, опубликованная Антоном Кобергером в 1393 году. Печать на дереве и ручная раскраска. Сейчас находится в библиотеке кардинала Мазарини в Париж. Вот, уважаемые коллеги, что я хотел вам сегодня рассказать в течение этой лекции. Поговорить о том, как развивалась масляная живопись в 15 веке благодаря достижениям фламандских художников, которые достигли беспрецедентной уровня вот этой живописной работы. Дальше поговорили мы сегодня о Северной Европе, о герцогах бургундских. Не забывайте, пожалуйста, про графиню де Круа и роман Квентин Дор сэра Артура какого? Сэра Вальтера Скотта, который получил титул рыцаря за свои романы, так же, как сэра Артура Конан Дойля, который получил титул рыцаря за свои литературные произведения о Шерлоке Холмсе. То есть, английская королева дает иногда рыцарские звания за достижения в области науки, искусства, литературы. Кстати говоря, и архитектуры тоже, потому что наш современник Сэр Норман Фостер получил титул рыцаря за свои архитектурные произведения. Но я не об этом. Теперь, как 15 век живопись и покровители вместе с собой взаимодействовали, я уже рассказал. Значит, что мы еще видели, алтари в соборах, какие они замечательные были, и общее движение вперед, европейская мысль. Вот мы сейчас с вами поговорили о Фландрии и Франции, а там есть более прекрасные примеры, более масштабные примеры, о которых мы поговорим в Северный в следующий раз, когда будем говорить о прекрасной Италии. Значит, я на этом заканчиваю свое рассуждение. Вот. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...